В армии со своей собакой закон такое разрешает. Сегодня в Доме правительства рассказали особенность осеннего призыва. План не сказать, что очень большой. Служить пойдет 4000. Чтобы отобрать самых выносливых, на комиссию повесткой пригласят в 5 раз больше. Отбор уже начался. Чем сейчас я буду устраиваться, пытаться отмазаться от армии. И мне придется потом в дальнейшем тоже что-то придумывать, чтобы либо пойти, либо не пойти. Этот призывник удивил комиссию. Артуру настоятельно предлагали взять отсрочку. Его ребенку еще нет и года, но парень настоял. Лучше отслужить сейчас, пока сын нуждается только в маме. А вот после армии и папа понадобится, и проще будет искать солидную работу. Больше отговаривать не стали, но пообещали оставить в республике. А супруга будет каждый месяц получать армейское пособие 7800 рублей. Желание как можно скорее отслужить у многих. Легче отслужить один год и вернуться спокойно жить уже. Заниматься карьерным ростом, личной жизнью, чем угодно. Хотелось бы в нормальный войск попасть, чтобы не на месте сидеть, а ездить, выезжать, тоже с оружием поработать и стрелять. В Мурфлот, разведывательное управление, спортивную роту или воздушные силы желания призывников обещали учитывать. 15 юношей получили предложение служить в президентской роте. Не сказать, что повезло. С собой слежу постоянно. Подхожу по всем параметрам. С детства занимаюсь спортом. Наши ребята в основном будут служить в западном, южном и центральном военных округах. Почти половина в сухопутных войсках. Желающие могут взять с собой даже домашнего питомца. Закон разрешил брать собак. Однако и хвостатые призывники могут быть негодными к службе. К примеру, чихуахуа. Ну к этому надо готовиться. Вы понимаете, что так вот просто вот мне прислали повестку, беру-ка я свою собаку, да, и пошел я на сборный пункт. На призывный пункт. Так не может быть. Это надо, естественно, заранее говорить. Мы должны это все проверять. Естественно, мы должны заранее включать его в заявку на наряд. Но главное изменение – это больше возможностей получить отсрочку. Не получат повестки студенты духовных семинарий, учащиеся подготовительных курсов четырех вузов, КФУ, Технологические академии спорта и туризма и Челнинский пединститут. Еще один довод в пользу армии. С Нового года сесть в чиновничье кресло сможет только тот, кто провел год в сапогах. Все вопросы можно задать по телефону горячей линии Республиканского военкомата. Альбина Батышина, Адельмин Дубаев, Вести, Татарстан.